Нужны ли нам правоохранительные органы, которые здесь представляют стоящие офицеры, которые сегодня обеспечат нашу безопасность? Вы, конечно, скажете, да, нужны. Как нужны нам силовые структуры, как нужны нам суды для того, чтобы существовало государство. А нужно ли это власти? Когда премьер-министр называет их публично козлами, публично на весь мир, вы представляете, как они их называют между собой? Они же их ни во что не ставят, потому что они им не нужны. Нужны ли им врачи? Нам нужны, им нет. Иначе бы не было такого отношения к врачам, и никакого повышения зарплаты на 13-й год не предусмотрено государственным бюджетом. Нужна ли им армия? Нет, не нужна. Не Сердюков ее развалил, и не Сердюков ее уничтожал. Это ничтожество. Действительно выросший из табуретки, ничего из себя серьезно не представляет. Сердюков осуществлял волю верховного главнокомандующего Путина. Я не хочу никого убить из выступающих. Но выступает сегодня офицер и возлагает надежду на Шойгу. А Шойгу это кто другой? Это тоже Сердюков, только с другой фамилией. Который на трупах получил героя, и ни дня не служивший в армии. Уже генерал армии, когда мы немножко копнули МЧС, сразу стал вопрос, куда делись сотни импортных машин, самолеты. Это такой же ворюга, только в больших масштабах. А уже офицеры, ладно здесь выступавшие. А генералу уже предмяривают, что 6 ноября назначение Шойгу это день возрождения российской армии. Для чего они говорят? Только для одного того, чтобы через 5 лет снова растирать сопли и слезы и говорить, а мы на него надеялись. А мы в него верили, потому что безволие и наш внутренний страх, сковавший сегодня и уста, и руки, он заставляет нас обманываться, что и Путин-то у нас уже другой. 12 лет президент, премьер-министр, занимаете должности, Путин уничтожал страну, уничтожал народ. А сегодня, видите ли, он другой. И уже все эти прохановы начинают говорить о том, что Путин это наша надежда, из которой возродится Новороссия. Кто виноват? Мы с вами, если вы сегодня, ну, небольшой морозец, но все равно пришли сюда, чтобы высказать свое отношение к этой власти. Почему нас так мало? А потому что нет ответственности ни одного из нас, потому что ты должен сюда приходить десятым, а девять человек с тобой. Вот давайте начнем с малого. Каждый должен, понимая свою ответственность перед судьбой страны, ну, не будет страны, это реально. Если не сменить власть, страны не будет, народа не будет. Почему не будет страны? Потому что сегодня, когда уже в открытую, в открытую говорят о корпорации Сибирь и Дальний Восток, отделят Сибирь и Дальний Восток. Все документы подготовлены. И это не секрет. Они отпечатаются, они говорят, обсуждают, как легче отделить и сохранить это куском. Или распродать этот кусок. Это тоже обсуждается. Зачем нам столько земли? Это реально. Точно так же, как реально, как вымирает сегодня коренной русский народ. Стержень уничтожает страны, чтобы развалилось государство. Неужели у нас нет ответственности перед нашими предками, которые погибали, но спасая землю и нас с вами, и перед будущим поколением, которым мы что передадим? Что за мольбы здесь офицеров? Мы надеемся, нам дадут. Никто не даст. Брать надо. Почему здесь приходит один офицер и говорит о своих проблемах? А где тысячи офицеров? Когда Сердюков публично обматерил героя России, полковника заслуженного, полковника ВДВ, на площади, на Поклонной горе собралось всего 300 человек. 300! Вот это надо преодолевать. Это надо ломать. Берите каждый ответственный за себя. Я десятый. Вы 9 человек. Вы вправе сагитировать? 9 человек. Вы посмотрите, что происходит с страной. Сейчас уткнулись в Министерство обороны. Якобы Сердюков. То, что не мог сделать ни Гитлер, ни Наполеон, сделал один Сердюков. Развалил гигантскую армию. И все искренне начинают в это верить. А что...